Если посмотреть на Марокко поближе, вы увидите крошечный кусочек земли, выделяющийся из окружения. Его особенность заключается в том, что он окружен одной из самых укрепленных границ на планете. И прямо за этой границей находятся палаточные городки, где люди проводят сутки напролет, скрываясь от полиции, чтобы в один прекрасный день начать штурм. Обычно в больших группах, чтобы повысить свои шансы на успех. Этот кусочек земли находится в Африке, фактически является частью Евросоюза и называется Мелилья, один из двух испанских анклавов Марокко. Испания завоевала Мелилью в конце 15 века во времена Колумба и Великих географических открытий. На протяжении веков этот регион много раз пытались забрать у Испании, например, относительно недавно, в 1956 году, когда колониальный период подходил к концу, и великие державы отказывались от своих колоний. Марокко, недавно объявившая о своей независимости, недополучила две свои территории – Сеуту и Мелилью. Дело в том, что эти два города позволяют контролировать окрестные территории, включая стратегически важный Гибралтарский пролив. Поэтому испанцы возвращать Сеуту и Мелилью марокканцам не спешат. Чтобы улучшить свой уровень жизни, не обязательно сбегать из Марокко и пробиваться через границы в Евросоюз. Достаточно обучиться новому навыку в самой востребованной сфере – в IT – и применить его в работе. Образовательная платформа Geekbrains уже сейчас предлагает вам освоить актуальную IT-профессию – разработчик. Первая программа обучения для осознанного выбора специальностей и карьерной траектории в сфере информационных технологий. Попробовать свои силы может человек с любым опытом или вообще без него. А в ходе обучения вы можете сменить направление бесплатно, если вдруг решите, что другая специальность подходит вам больше. Обучение длится по 10 часов в неделю. Сами занятия проходят онлайн, но остаются доступными в записи. Большинство студентов уже во время учебы находят себе работу. В этом и помогает карьерный центр Geekbrains. Более того, у вас в договоре будет прописана гарантия трудоустройства. Не найдете работу – вам вернут деньги. Платформа имеет государственную образовательную лицензию, поэтому сразу же после окончания обучения у вас на руках будет диплом о профессиональной переподготовке и портфолио готовых работ. Так что никаких отговорок. Даже если у вас туго с деньгами, Geekbrains предоставит вам рассрочку, чтобы вы могли ворваться в мир IT. Кроме того, сейчас скидка 66%, плюс год английского и дополнительные программы обучения в подарок по моему промокоду HISTORY. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду и меняйте свою жизнь вместе с Geekbrains. В настоящее время в Мелиле проживает около 86 тысяч человек. Если вы окажетесь там, можно будет сказать, что вы находитесь в Испании. Город оформлен в испанском архитектурном стиле, и жители говорят по-испански. Они получают зарплату в евро, и только если гулять по периферии города, становится понятно, что вы не в Европе. Сразу за городом виднеется самая укрепленная граница на планете. 11-километровое ограждение с несколькими слоями защиты. Первый слой – это металлический забор высотой 6 метров, за которым следует второй забор с гибкой верхушкой. Под этим вторым забором находится колючая проволока, разложенная плотными рядами. Затем еще один более высокий забор с гибкой верхушкой и дополнительной колючей проволокой. После этого с марокканской стороны границы есть канава глубиной 2 метра, а за ней двойной забор с огромным количеством колючей проволоки. Кроме того, здесь установлены караульные посты, а каждый сантиметр границы контролируется в видеонаблюдении. Чтобы понять, зачем нужна такая защищенная граница, нам нужно пересечь ее. Мы попадем в марокканский город Надор и в лес на холмах, близ Милили. В этом лесу расположились мигранты, прибывшие в основном из Черной Африки. И у всех у них разные мотивы, чтобы находиться здесь. Они собираются в этих лагерях и готовятся к моменту, когда они попытаются пересечь границу с Милилей. Чтобы преодолеть эту укрепленную границу, мигранты разработали свою собственную тактику. Она основывалась на преодолении границы огромным числом людей. Группы бывают разных размеров, но не менее 100 человек. Большинство из них ловят сразу на марокканской стороне, где их встречают пограничники, не стесняющиеся использовать грубую силу. Те, кто преодолевают первые слои укреплений, попадают на испанскую часть границы. Их тут же пытаются вытолкнуть назад и задерживают для дальнейшей депортации. Но из-за большого количества мигрантов, нескольким из них все-таки удается проскочить мимо стражи. Как только эти люди наступают на землю в Милили, они технически находятся в Евросоюзе. И им гарантированы определенные права в соответствии с законодательством Европейского Союза. Тем не менее, мигрантам все равно нужно пробежать еще 100 метров до центра иммиграции, где им могут обеспечить защиту от немедленной депортации. Самый массированный штурм границы состоялся в 2014 году, когда люди бежали от конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. Для контроля над ситуацией Испания решила усилить защиту Милили. Решение миграционного кризиса нашлось в усилении контроля на границах своих анклавов в Африке и удвоить усилия по предотвращению проникновения мигрантов в Европу через Милилию. Спустя год количество попыток перепрыгнуть через забор уменьшилось на 67%. Однако Испания с этой задачей справилась не одна. С другой стороны границы марокканская армия и полиция также стоят на страже границы с Милилией. Одновременно с Испанией Марокко построила два дополнительных слоя колючей проволоки. Зачем Марокко активно помогает Испании охранять ее границы? Оказывается, у Марокко есть своя выгода в этом. У страны есть так называемое расширенное партнерство с Евросоюзом, которое приносит Марокко экономические и политические выгоды. Европейский Союз является самым главным экономическим партнером, на которого приходится половина всей международной торговли Марокко. Кроме того, ЕС предоставляет Марокко миллиарды евро для поддержания безопасности и развития. Поэтому неудивительно, почему марокканцы стремятся всячески угодить своему заморскому соседу, беря на себя обязательства по защите границы с Испанией. И марокканцы подходят к охране границы очень серьезно. Мигранты разбивают свои лесные лагеря прямо здесь, сразу за городом, на этом холме. Этот лагерь на протяжении многих лет был местом, где они собирались и готовились к штурму, пока марокканская армия не установила здесь свою заставу. Отныне мигранты вынуждены разбивать свой лагерь на другом холме, в 12 километрах отсюда. Марокканские власти регулярно проводят рейды по лагерям. Пойманных людей они не депортируют из Марокко, поскольку это слишком затратное мероприятие для небогатой страны. Полиция была здесь в 3 часа ночи, залезла в палатки и украла различные вещи у этих людей. Кроме того, они домогались женщинам. По сути, полиция пришла сюда показать свою силу, что они могут сделать все, что им вздумается. Итак, примерно раз в месяц марокканские власти совершают рейд на эти лагеря и собирают всех пойманных мигрантов в специальные центры. Затем этих людей отправляют на другой конец Марокко, как можно дальше от Мелелии. Марокканские власти не стремятся депортировать беженцев из Марокко. Их цель – предотвращать попытки пересечь границу с Евросоюзом. Во многом, Марокко выполняет много грязной работы для Испании и Европы в целом, препятствуя людям попасть в Евросоюз. Мы заметили еще одну интересную вещь. Все люди в лагерях прибыли из Черной Африки, в основном из стран ниже этой линии. Все нелегалы сталкиваются с огромными трудностями на своем пути в Европу, но мигрантам из Сирии гораздо проще пересечь границу в поисках убежища. Без преувеличения, практически никому из Черной Африки невозможно сделать это так просто. Им приходится прибегать к очень опасным методам. Например, попробовать преодолеть многоуровневую защищенную границу или спрятаться в товарных фурах. А самые рискованные пробуют пересечь море на судах, не приспособленных для этого. Испания построила целый офис для работы с мигрантами из Сирии, но не для мигрантов из Черной Африки. С одной стороны, это разумно, ведь все знают, что в Сирии была война, так что сирийцы – одни из первых, кому нужна защита. Но с другой стороны, люди из стран, где нет войны, тоже имеют кучу своих проблем. Не от хорошей жизни они пытаются пересечь границу, рискуя своей жизнью. Так что, насколько не был бы опасен путь в Европу, люди из этих лагерей будут штурмовать одну из самых защищенных границ в мире постоянно. И раз мы заговорили об Испании, то взгляните на эту карту. На ней видно, что между Мадридом в центре и крупными городами на побережье находится огромное пустующее пространство в виде кольца. В итоге, мы имеем две Испании. Первая – населенная и развитая, которую все мы знаем по таким городам, как Барселона, Мадрид или Валенсия. И пустая, менее развитая Испания, о которой мало кто знает. Разница между этими двумя сторонами Испании колоссальна и может привести к большим проблемам для всей страны. Так почему 70% Испании пустует? Об этом мы уже сняли отдельный ролик, который мы предлагаем посмотреть. Увидимся в следующем видео.